Итак, всем привет, мои господа, добрейший единичек, с вами CryptoFT. Сегодня у нас обзор криптовалют по средней новости за 24 часа. Прогнозы по биткоину. Что касается плохих новостей, это то, что теперь жителям Российской Федерации могут впаять тюремный срок до 15 лет. Дело в том, что если вы не получили так называемый талон на блокчейн или, иными словами, разрешение на то, чтобы работать с криптовалютами, с цифровыми активами, то вам может грозить срок до 15 лет, лишение свободы. И это вполне серьезно. Дело в том, что это все готовится к тому, что если следующий булран биткоина будет, а он обязательно будет, то вам необходимо разрешение. В противном случае, если вы будете работать без разрешения и отмывать деньги, то вас ждут места не столь отдаленные. Но к этим новостям мы вернемся. Что касается позитивных новостей, Binance Coin рвет и мечет. Сейчас уже он на седьмом месте по капитализации. Обогнал он такие криптовалюты, как Tron, Stellar и Tether уже недавно. И нужно отметить, что капитализация Binance Coin перевалила за 2 миллиарда долларов. Связано это с тем, что там есть проекты, которые вышли, так называемый, Launchpad на Binance и в связи с этим цена токена дорожает. Ну и также запущена немаловажно децентрализованная биржа. Что хочется также отметить, то что эта новость была у меня еще в 11 февраля в VIP-канале. Дело в том, что BNB обновит отметку в 10 долларов и может дать полноценных X3 от минимальной цены в 4.84. Это на минутку 14,5 долларов. Определенно это актив, которым нужно работать в ближайшее время. Была у меня такая запись в VIP-канале. Ну и также предлагали скриншот, почему это будет. Ну и также трактовалось, почему этому быть. Ну что касается Binance Coin, конечно он очень хорошо растет. Вот ни один токен, который имел место быть в портфеле в феврале, но столько X не дал. И практически Binance Coin это криптовалюта, которую часть нужно было держать в долгосрок, а часть естественно торговать, что мы конечно же и делали. Что касается биткоина, давайте посмотрим. Дело в том, что сейчас у нас биткоин имеет и имел проход в 3 часа ночи на 4 тысячи долларов практически почти. Но это только тень, которая отбросилась. До этого я заявлял, что да, действительно биткоина сходит до 4 тысяч долларов. Вот почти он потрогал. Но опять-таки для лучшей картины нужно закрепление, нужно проторговка на 4 тысячи долларов, а не просто откидывание тени. Поэтому мы еще торгуемся у отметки 3940 за одну монету. И нужно учесть, что сейчас рынок криптовалют полностью взял небольшой-небольшой локальный откат, который в принципе не критичен для криптовалют, в особенности для лайткоина, который так и продолжает, значит, двигаться вверх-вперед. И уже, конечно, лайткоин переваливал на отметку 58 долларов за одну монету. Что касается эфириума, тут понятное дело, что не все так радужно, как с лайткоином. Константинополь и прочие апгрейды пока что не влияют на цену эфириума. И пока что эфириум, ну, вроде как приносит небольшие разочарования инвесторам на фоне таких монет, как бинанскоин или лайткоин. Что касается биткоина, примечательно то, что теперь у нас возросли шартовые и немного ланговых позиций прибавилось. Если мы будем смотреть на часики, а именно на 1H, то мы увидим, что действительно здесь уже шартовых позиций подросло и ланговых чуть тоже. Но нужно учесть, что картина была очень интересная. Дело в том, что ланговые и шартовые позиции, они одновременно или одновременно сбавились. И сейчас практически имеют идентичные показатели. То есть здесь нету особых преимуществ, одних из позиций и какого-то наращивания. То есть за последнее время мы видим, что ланговых позиций, конечно же, больше. Шартовых у нас тоже остается в меньшинстве. Но нету каких-то особых движений с точки зрения того, чтобы какой-то игрок заходил в ланговые позиции и они жутко росли или это было с шартовыми позициями. То есть вчера я отмечал, что шартовые позиции и шорт можно рассматривать с точки зрения, конечно, поход биткоина на 4 тысячи долларов и с оттуда уже пробовать шортить биткоин. Но, однако, нужно учесть, что это имеет хорошие риски, в особенности, если вы берете огромное плечо. Поэтому сейчас мы наблюдаем, есть криптовые активы, Binance Coin, Litecoin, с которыми просто идеально работать. То есть сейчас они, конечно, дают только и только прибыль. Но это, опять-таки, нужно отметить, что временно. То есть вот этот рост, который у нас продолжается по Litecoin, по Binance Coin, он определенно должен иметь хорошую коррекцию. Когда она будет, это уже другой вопрос, но покуда прибыль есть, подтуда и нужно работать. Что касается Binance Coin, сейчас, конечно, форсится эта монета. Я считаю, что ее успех был вызван ланчпадом и запуском децентрализованной биржи. Но нужно отметить, что ланчпады, вот тот же BTT, он будет куда лучше, потому что BTT действительно дал еще иксы больше с момента выхода на биржу. А вот второй, это называется, значит, FET, с ним все куда хуже, потому что он всего лишь дал 30% прибыли и сейчас куда-то катится в бездну. То есть, если мы будем говорить, либо инвестировать в BNB, либо инвестировать в какие-то непонятные ICO, типа Fetch, конечно, это BNB, это Binance Coin, с которым нужно работать, а Fetch и прочие, значит, непонятные токен сейлы, они будут, конечно, щиткоинами, и вы на таких щиткоинах будете простирать свои деньги. Потому что, когда вы станете инвестором, когда вы не будете фиксировать минус, то вам придется ожидать где-то 2-3 года, когда цена того же Fetch поднимется в 40 центов, а то и 50 центов, если такое, конечно же, будет. Поэтому нужно учесть, что с такими криптольтными активами лучше не играться. Да и вообще, какие-то криптольтные активы, это просто ширма, это какие-то фантики, токены, которые ничем не подкреплены, и успех Binance Coin именно вызван этим, что они печатают какие-то непонятные проекты, допускают их токен сейлу, и эти непонятные проекты потом проваливаются. Но пока что это Fetch, вот второй будет Seller, и я считаю, что там тоже самое будет. Что касается бирж следующего поколения, вот, например, биржа новая, которая будет запускаться, это ABE Global, это биржа безопасности следующего поколения, она привлекла 3 миллиона долларов. Нужно отметить, что стратегические инвестора, значит, были Distribution Global, Galaxy Digital, да, именно тот самый Mike Novogratza и Jami Ventures, то есть, что они готовы, конечно, побочь небольшим американским компаниям стать публичными с минимальными соответственным требованиями время. То есть, здесь говорится, что, естественно, такая биржа будет куда безопаснее в торгах, но я считаю, что куда безопаснее, это ваш личный холодный кошелек, ваш личный ключ. Все эти биржи и понятие о том, чтобы хранить на них криптовые активы, оно просто не состыковывается. То есть, это все две разные вещи. Хранить криптовые активы на биржах может просто отбитый человек, который не сталкивался с тем, что у него либо уводили эти криптовые активы, либо биржа скамилась, как это было с MT-GOX и криптопией, которая заработала, но что-то там не видно, чтобы кому-то что-то выплачивали и так далее. То есть, покуда петух не клюнет в жопу, никто не пошевелится. Нужно отметить. Что касается Франции, она может запретить все приватные криптовалюты. И здесь, конечно же, в статье пишется, что это вполне возможно, а к приватным криптовалютам относятся Monero, PIVX, Deep Onion и Zcash, цель которых состоит в том, чтобы обойти любую возможность идентификации трейдеров. Поэтому Франция нацелена на то, чтобы в будущем, возможно, эти криптовалюты либо как-то исключить, либо опять-таки охотиться за теми, кто ими торгует и пресекать все это дело. Как, собственно, и в России с тем, чтобы вы вообще торговали какими-либо криптовалютными активами без разрешения. Кстати, биткоин-трейдеры проверены канадским налоговым органом и теперь уже здесь они могут только работать с криптовалютными активами. И здесь написано, что значительное число пользователей биткоина прошло в аудит налоговой инспекции Канады и канадское налоговое агентство разослало анкету с запросом информации об их деятельности на рынке криптовалют. Ну, то есть уже потихоньку это говорит о том, что криптовалюты начнут восстанавливаться, начнет надуваться опять-таки пузырь рынка криптовалют. И уже, когда трейдеры будут определенно получать профит за то, что они торгуют или за то, что они продали биткоин, который покупали за 3000 долларов, а продали его за 6000 долларов, то нужно будет, конечно, процентник нести значит, канадским налоговым властям. Иначе, ну, никак. Ну, и, кстати, почему во всех странах сейчас штурмуются трейдеры биткоин по налогам, чтобы они обязательно значит, подавали налоговые декларации. Дело в том, что это вызвано усыновлением старбакс. Дело в том, что теперь с помощью биткоина, именно когда будет запуск бак, то вы сможете, опять-таки, взаимодействовать с старбаксом. Была новость. И в связи с этим это, опять-таки, повлияет положительно на цену биткоина. Криптовалюты в итоге вырастут. И это очень хорошая новость, которая подогревает рынок криптовалют, который вот сейчас, ну, как бы, вроде как и ни рыба, ни мясо, но рост мы определенно видим сейчас с криптовалютных активов, таких как Litecoin, Binance Coin и других. То есть, это все говорит определенно о том, что сейчас работать с рынком криптовалют можно, можно на нем зарабатывать, но, опять-таки, до какой первой коррекции это можно будет делать, опять-таки, неизвестно. То есть, либо у биткоина будет коррекция от 4400, либо все-таки 4600 мы пробиваем, идем на 5000 и там, опять-таки, коррекция. Что касается Швейцарии, значит, запускает она Ethereum ETP через неделю после Bitcoin ETP и это будет уже говорить о том, что будут вот эти ETP, которые похожи на ETF, работать также в отношении эфириума. Ну, тоже очень интересно, то есть, это говорит о том, что эфириум еще не такой шлакокоин, и им уже тоже интересуется. как-никак, монета сейчас на данный момент на втором месте по капитализации. Ну, и что касается, конечно, главная новость, это талоны на блокчейн или биткоин по паспорту. Нужно отметить, что за нарушение, опять-таки, этих правил может грозить тюремный срок до 15 лет, если не будет государство знать, что, как вы и когда начали работать с криптовыми активами, какие у вас есть и так далее. То есть, если вы так же отмываете деньги, то вам будет, конечно же, приписан срок, приписан срок 15 лет, и частные криптоинструменты, не соответствующие российскому законодательству, станут нелегальными. Проверка будет напоминать листинг ценных бумаг на традиционных биржах, но в упрощенной и незатратной форме, объяснил Анатолий Аксаков. Кстати, еще ранее Госдума приняла гражданский кодекс РФ о цифровых правах и положения о криптовых были исключены из законопроекта, так же, как сейчас, их введение в гражданский оборот является преждевременным. То есть, о чем это говорит? О том, что, так или иначе, вы будете платить налоги, так или иначе, если не будете, то вас заставят или вообще посадят в тюрьму, поэтому готовьтесь. Ну и, кстати, нужно отметить, что законопроект, регулирующий новый вид активов, будет спряжен с действующим антиотмывочным законодательством. Проведение транзакции с незарегистрированными пользователями может стать признаком нелегальных схем. Но, что хочется отметить, то есть, по рынку криптовалют мы видим, что сейчас Vanguard, опять-таки, запускает у нас Binance Coin, сейчас Litecoin не сильно уже растет, как и раньше, как вчера и как до этого. Я считаю, что это такой небольшой откат, но видим, что криптовалютные активы в целом ни рыба, ни мясо. Что касается Binance Coin, нужно отдать должное, что супер биржа, ссылочка в описании, присоединяйтесь, будем торговать вместе. Ну и также не забывайте про вип-группу, тоже будет ссылочка в описании. спрашивайте, задавайте вопросы, всем удачи, всем до новых встреч и всем пока. Спрашивайте, задавайте вопросы, всем до новых встреч, всем удачи и всем пока.